Сергей и Юлия Певень два года приходят в зональный центр, чтобы поделиться частичкой себя ради жизни и спасения других. Первопроходит в семье супруга. Она медик и обладательница редкой четвертой группы крови. Знает, что ежедневно в переливании нуждаются и роженицы, и пострадавшие в ДТП, и онкобольные. Муж всячески поддерживает благую миссию. Для него кроводача – это еще и подспорье для семейного бюджета. Большую роль играет и то, что государство предоставляет различные компенсации при сдаче крови. Мы так как семья многодетная, у нас трое детей, поэтому лишний день отдыха где-то иногда провести. Играет большую роль. Периодически пара сдаёт кровь и на безвозмездной основе. Как признались в зональном центре, чаще всего так поступают медики, правоохранители и спасатели. Среди представителей других профессий процент таких доноров небольшой. Если брать цифры за прошлый год, то более 26% у нас доноров крови сдали безвозмездно. И более 8% доноров плазм. Если пересчитать, то каждый четвертый донор у нас соглашается сдавать безвозмездно. Всего же в Бобруске порядка 2000 доноров, из них половина почетные. То есть те, кто сдали кровь и плазму больше 40 раз, но количество желающих пополнить базу растет. К счастью сегодня зональный центр готов обеспечить и город, и пять прилегающих районов каплями жизни. Всё благодаря неравнодушным горожанам. Это очень важно, потому что, скажем так, больных сейчас много. Тем, которым нужно переливание крови. Это и дети, это ожоговые больные, это роженицы. Ну, то есть довольно такое. Поэтому это очень важное дело. Для Юлии и Сергея Певень день донора теперь уже и семейный праздник. В этом году, во вторую совместную годовщину, супруг решил порадовать любимую цветами. Он уверен, после кроводачи важно заботиться не только о теле, но и душе. Я всё очень-очень сильно люблю. Спасибо большое. Ангелина Дикон, Дмитрий Шевцов, Бобруск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова